Ну что же дорогие друзья, всех вас приветствую, с вами как всегда Антон и этот ролик относится к категории, которая называется «Когда недооценил своего соперника». Вообще он должен был выйти на второй канал, на который кстати я оставляю ссылку в описании, там я иду в топ-1 за рандомных бойцов. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, в котором я уже выложил, ну много фотографий, выложил кстати тачку, на которой катаюсь, выложил фотку, когда мне было, когда я наверное в первый класс пошел, да. Поэтому если вам интересно, все в описании. В общем, этот ролик должен был выйти на второй канал, потому что я там играл за рандомного бойца, он получился небольшой, выиграл я или проиграл, кто из нас допонтовался, вы сейчас увидите. Просто если бы это был бы простой какой-нибудь момент в игре, я бы сюда это не выкладывал, но это очень редкий момент и вы его по-любому сейчас зацените. Спасибо большое, кто ставит лайкосы, пишет комментарии. Друзья, бои продолжаются и уже в это воскресенье 21 марта пройдет очень крутой бой, где Дерек Брандсон встретится с Кевином Холландом. И если вы хотите подогреть интерес к этой встрече, вы можете сделать свой прогноз у ребят из Бэтбум. Всего 15 секунд на регистрацию и у вас есть широкая линия событий и плюс ко всему этому кэшбэк каждую неделю до 10%. А мой промик Балми даст вам до 2000 рублей при регистрации, поэтому не стесняйся и переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Так, друзья, сижу монтирую ролик и сразу ищу себе неплохого басопа, ну который имеет нормальный пинг. Попался легкий вес и очень хорошо. Ну, как обычно, беру Даси на паре, очень крепкий мужик. Так, мне нужно ставить сюда, кстати, звук для того, чтобы я слышал игру. Потому что сейчас я игру не слышу, я слышу свой компьютер. А вот теперь я ее слышу. Оливейро! По сути, типа, можно бороться. У Даси на паре очень хорошая защита, но Оливейро неплох, вроде бы, в стойке. Вообще, сам по себе боец неплохой. Только какого хера с таким пингом я попался с правой стороны? У Рэдди? Вау, ну, кстати... У Даси на паре... У Даси на паре... Хорошо, чекнули. Да почему я не могу достать до него? Вы что, угораете надо мной? Я как, блядь, сейчас как баклажан выглядел. Ну, это пиздец какой-то. Так, нам нужно перевести его в фартер, я хочу перевести дух. Хорошо, еще одна такая. Бля, как-то заебал перебегать, реально. Хорошо. Постоянно не будем стоять в стойке, у нас Грэпплер. Против паре у которого ударка, опять звезд. Почему я не достал, только что? Я должен был достать. Как он заебал перебег... Что у меня с бойцом? Он просто заебал перебегать, реально. Он просто... Вот я начинаю фильтовать. Я начинаю фильтовать из-за того, что... Собь перебегает, и мой мозг начинает затуманиваться. Почему я ни одного тейкдауна не попробовал? Почему? Почему я не могу перевести соперника? Вот так вот. Почему, Антон, ты этого не можешь сделать? Почему ты должен нервничать и играть как тупица? Все легко и просто, блядь. Нахуй ты берешь его в клинич, когда он делает перебежки. Нахуй отсюда. Просто пиздец. Наугад, ну, тут хорошо он заграл. Ебать, братан! Хорош нахуй! Да этот прием на основу, нахуй! Этот прием на основу! Покормись, покорись, покормись, блядь, моей волей, я хотел сказать. Покорись моей воле, нахуй, брат! Сколько я раз должен еще произнести слово «нахуй» для того, чтобы выразить свое счастье, которое я только что воспроизвел. Охренеть! Вау! Ошалеть! Ошалеть! Это просто невероятный классный момент в моей жизни. Как же хорошо я его читал! Как же он плохо выходил, пацаны! Вау! Вау! Еще раз вау! Просто жесть! Это нереальный кайф! Я такой тупица на самом деле, я постоянно пытаюсь, ну, тильтовать и не думать в этот момент. Просто взял, перевел соперника, и мы его сделали там. Потому что мой боец подходит для этого. А первый раунд, кстати, я забирал. Потому что нокдаун был. Кстати, могло показаться, что первый раунд я проигрываю, но посмотрите. Я был лучшим в первом раунде. Фух! Вот это кайф, пацаны! Вот это кайф! Друзья, как вам твистер? Я впервые его исполнил. Блин, поэтому, наверное, вот столько радости и было. Ладно, не буду вас задерживать. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok